Здравствуйте, меня зовут Денис, мне 19 лет, я являюсь студентом ЮЗГУ на втором курсе. Помимо основной учебы я занимаюсь Counter-Strike, то есть киберспортом. По сути можно меня назвать полупрофессионалом, у меня большое количество его, 3200, если кому-нибудь что-то скажут. Мой брат играл в Counter-Strike, довольно типичная история, на самом деле, сколько я не смотрел интервью, но тем не менее, да, у меня брат играл в Counter-Strike на любительском уровне, я посмотрел, мне стало интересно, я начал играть тоже, со временем стал играть лучше, узнал, что есть киберспорт, и хотелось, что да, когда узнал, что в целом это и слава, и деньги, и занятия, да и в целом у меня по душе, так сказать, лежит Counter-Strike. Да и в целом весь киберспорт, в целом, киберспорт это же не только игроки, а и куча менеджеров, это куча спонсоров, это большие проведения турниров, это по сути спорт, любой, как устроен киберспорт. Ну, в целом, нужно понимать то, что киберспорт это понятие такое же, как и спорт, однако немного другой плоскость. Объединяющее слово для множества дисциплин, таких как Лол, Дота-2, Counter-Strike, это одни из самых популярных. Также есть Фарфейс, там танки, то есть куча всего на самом деле. Поэтому нужно понимать то, что хоть киберспорт и объединяющее понятие, но дисциплины в нем довольно разрознены. Тем не менее, киберспорт один из самых быстро развивающихся спорт за последнее время. Сейчас, я думаю, то, что за этим видом спорт нас наблюдает, ну, миллионов 200-300 точно, то есть довольно много. Даже, насколько уже признают киберспорт, то что сейчас выпускают курсы, задумываются об ведении новых факультетов, которые будут посвящены именно киберспорту. То есть вот недавно, допустим, курс открылся для менеджеров в киберспорте, для судей, для жюри. Вот недавно к нам в арену, в Язгу тоже есть арена, которая вот недавно построилась. Это огромное помещение с навороченными компами, приходи, тренируйся, играет, как, по сути, собственный компьютерный клуб, только при университете. Вот, и к нам недавно приходили в арену, когда мы тренировались, молоденькие такие сути, ну, лет по 16 такие уже пришли курсы, прошли курсы и готовы уже судить, так сказать. Вот, так что киберспорт – это огромная структурированная система, в которой множество винтиков выполняют свои функции. И там сложно все это описать за пару минут. Вот мы сейчас подготавливаемся к крупному турниру. Подготовка к турнирам – это почти все свободное время ты проводишь в игре. Но не совсем так, это немного неправильно. Почти все свободное время ты посвящаешь чему-то. То есть ты не только сидишь за компом, как в зомби, и играешь, ты обсуждаешь с командниками и тренерами тактики, обсуждаешь связки, сыгровки, как вы раскинете гранаты, как вы выйдете, кто под чью зону ответственности попадает, как у нас будут происходить команды, кто должен выполнять. То есть там куча всего, и это не ограничивается сидением на компом. Мой никнейм Соти, его довольно долго придумывал. Когда-то, думаю, надо бы соединить что-то такое запоминающееся и такое нестандартное, чтобы сразу все такие видели Ники, сразу запоминали. И я такой, думаю, Соти, почему бы и нет, в принципе. Потом, если что, не понравится, поменяю. А теперь уже три года или четыре, сколько у меня. Довольно много. Конечно, как любого спортсмена, как бы любого человека, может быть наставник. У меня есть тренер Сергей Никишенко-Шандр. Это российский профессиональный игрок, который сражался на международной арене, поэтому у него опыта хоть отбавляй. Поэтому тренер у меня хороший. Многие команды различаются по уровню финансирования, по уровню престижности. Поэтому чем выше, точнее, чем в лучшую команду ты изобретешь, тем лучше и выше у тебя будет финансирование, слава и популярность. То есть, ну, как бы, сам карьерный рост, чем выше ты заберешься, чем больше ты победишь, тем выше ты будешь стоять, так сказать. Это нормально, ну, в целом, есть такая доля, как бы, подозрений, типа, чем ты занимаешься. Вот, но в целом, я думаю, это свойственно любым родителям, как бы, защищать своего ребенка от любого, так сказать, неверного пути, если можно так выразиться. Поэтому, ну, нормально то, что они там могут сказать, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, поинтересоваться. Главное, ну, не тупить в этот момент и объяснить нормально, что ты делаешь и зачем ты это делаешь. Турниры бывают двух типов. Это онлайн-турниры и оффлайн-турниры. LAN и онлайн. LAN более престижен. И в целом, LAN – это вот самое такое сердце киберспорта, за что любят его. То есть это огромная арена, в которой собираются люди, зрители, команды сидят друг напротив друга и ощущают, так сказать, этот дух соревнований. А есть онлайн, где ты дома сидишь, либо, допустим, в каком-нибудь клубе и играешь по сети, и, собственно, так вот. Но LAN гораздо приятнее как и зрителю, так и игроку, соответственно. Потому что, ну, эти эмоции, когда ты выигрываешь раунд, подаешь кулачки и салон, это очень приятно. Планы усерднейше тренироваться и выиграть всероссийский киберспортивный студенческую лигу. Я обожаю фантастику безумно, обожаю фантастику. Не знаю почему, но прям могу часами сидеть и читать. Я читал Ника Перумова очень много, потом перешел на сайт After Today. Там безумное количество молодых афоров, которые пишут свои произведения, их можно читать, типа, онлайн. «Сердце дракона» Кирилл Кливанский, просто шикарно. То, как описывают волю главного героя, просто несгибаемая синий отверток, так сказать. И безумное количество приключений, которые можно почитать. Субтитры создавал DimaTorzok